С вами новости спорта. В студии Илья Вихарев. Здравствуйте. Шарканским школьникам вручили лыжное снаряжение. Ботинки, лыжи, палки, лыжероллеры. Это заслуженные трофеи. Их выдают за высокие спортивные показатели по итогам прошлого сезона. Церемония состоялась на трассах спорткомплекса имени Галины Кулаковой. Вручал подарки сам глава федерации, знаменитый спортсмен Максим Валикжанин. Так совпало, что шарканские ребята сейчас проходят сбор на трассах спорткомплекса Кулаковой. Поэтому директор шарканской спортшколы Владислав Кутергин во время случайной и счастливой встречи на лыжне попросил прославленного лыжника провести встречу с детьми, поделиться опытом. Будучие чемпионы внимательно слушали знаменитого спортсмена, задавали вопросы и мотали на ус. Он прекрасно рассказал, как он переносит свои поражения, как нужно готовиться к следующим гонкам, не расстраиваясь, а наоборот с большими учителями готовиться к следующим стартам. То есть не падать духом просто? Да. Под заново сообщение Максим Валикжанин вручил спортсменам лыжи, ботинки, палки. Благодаря спонсорской поддержке у Федерации лыжных гонок появилась возможность помочь юным лыжникам республики. Однако вручить новый инвентарь сразу всем районам и городам возможности нет. Поэтому решили создать рейтинговую систему, объяснил Максим. По итогам прошлого сезона, в зависимости от спортивных результатов, лыжи, ботинки и палки получат 12 кол. Заявки формировали сами районы. Мы консультировали с каждым районом, кто выделал, кому какие лыжи нужны. Например, Можга попросила топовый уровень, что у нас есть финансирование, что у нас какие-то начальные уровни есть, нам нужны топовые уровни. У них на эту сумму там выходит получается пар 8. Глазовский район говорит, нам нужны именно с нуля начинать. И Глазовский район говорит, нам нужны лыжи для начальных, для детских школ. Понятно, что на эту сумму мы купили им 40 пар. Лыжные комплекты, врученные Валикжаниным, достанутся девушкам из группы Романа Широбокова. Его воспитанницы добились успеха в минувшем сезоне, пробились в финал соревнований «Пионерская правда» и будут поощрены. Когда Максим Михайлович сказал, что давайте готовьтесь мету, конечно, никаких сомнений не возникало, чтобы именно поддержать тех девчонок, которые смогли выиграть республику. И на данное время, конечно, они получат тот инвентарь, который вручил Максим Михайлович Валикжанин. По словам Максима Валикжанина, следующими лыжи получат школьники северных районов республики. Федерация Удмортии поможет обновить школьный инвентарь и в будущем году. Так что в итоге ни один район не останется обделенным. В Контиалахте 28 ноября стартует первый этап Кубка мира по биатлону. В его программе индивидуальная гонка и спринт. Напомню, в составе российской команды будет выступать мажгинская спортсменка Ульяна Кайшева. В какой форме Ульяна, которая готовилась к сезону в составе сборной Удмортии и сможет ли она побороться за место в первой десятке? Мы узнали у председателя Республиканской Федерации биатлона Ивана Чиризова. Очень здорово, что руководство и старший тренер женской команды, руководство Союза биатлонцев России, поддержали, одобрили и позволили ей провести вот такой предотвительный период со сборной команды Удмортии. Что касается положительных и оптимистичных прогнозов, я думаю, что есть основания, потому что выступая на контрольных стартах в Тюмени, вы знаете, она заняла первое место и четвертое. Я надеюсь, что она с этим справится, повзрослела, прошла тяжелый период времени у нее был. Ну и сейчас надеемся, что она закрепится в сборной команде в основном составе и ведет в эстафетную команду. И в продолжении темы. В Ханты-Мансийске и Тюмени стартовал первый этап Кубка страны. В мужской спринтерской гонке лучший спортсменов Удмортии Владимир Симаков. Он восьмой. В женском спринте наша Анастасия Кайшева 27-я. В десятку сильнейших попали и юниоры Аделина Неклюдова и Александр Корнев. Завтра в программе гонка-преследование. А в Оренбурге 28 ноября стартует чемпионат страны по боксу. В Удмортию на этом турнире будут представлять Кирилл Никифоров, Максим Чернышев и Аганес Схенчан. Они 16 числа находятся на тренировочном сборе в Оренбурге, где хорошо потрудились и подготовились к чемпионату. Будем ждать от них удачного выступления. А теперь о футболе. В Новороссийске проходят финальные всероссийские соревнования среди студенческих команд. В Удмортию на этом старте представляет команда Удмуртского госуниверситета. Ижевчане выиграли у сборной Омска и уступили клубам из Казани и Москвы, заняв в итоге шестое место. Тренируются и готовятся к соревнованиям пловцы. В начале декабря в Саранске стартует первенство России. Следом в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат страны. А в конце декабря там же состоится международный турнир на призы олимпийского чемпиона Владимира Сальникова. Не будут пустовать и домашние арены. Домашние старты тоже наконец-то у нас открылись. Начинается у нас чемпионат Удмуртии на следующей неделе. Потом детские соревнования для малышей «Золотая рыбка». И в конце декабря будет первенство Удмуртии. Наши пловцы в хорошей форме. На чемпионате и первенстве при Волжье они выиграли целую россыпь наград. Обновили ряд возрастных республиканских достижений. В числе лидеров Алина Ложкина, Маргарита Дрямина, Кирилл Долгов они будут выступать на национальных первенствах. И последнее. Стали известные сроки проведения зимних республиканских сельских спортивных игр. Пройдут они с 24 по 27 февраля во Волжье. В программе «Восемь видов» это лыжные гонки, шахматы, шашки, зимний палеотлон, баскетбол, а также соревнования руководителей и спортивных семей. Отборочные старты на сельскую олимпиаду по баскетболу среди женских и мужских команд начнутся 12 декабря в УВЕ. На сегодня это все. Будьте здоровы и до встречи.